Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о том, как написать клиент серверный чат с использованием C-Sharp и Unity 3D. У нас в Unity 3D будет выступать приложение в роли клиента, а отдельно на C-Sharp мы уже напишем сервер. Это будет простенький чат, который умеет только принимать сообщения и ретранслировать его всем остальным клиентам. То есть ничего сложного в этом нет. Мы, пожалуй, сейчас рассмотрим. Начнем рассмотрение с сервера, а потом переключимся в Unity и напишем клиент. Все будет написано с использованием TCP клиента и TCP листинер. Это такие классы в C-Sharp, которые помогают абстрагироваться от некоторых штук в чистых сокетах. Ну, по сути, то же самое, но немножко проще с этим работать. Собственно, нам нужно создать в Visual Studio новый C-Sharp проект, обычный. Создать два класса. Это программ, он стандартный создается. Это тут точка входа в наше приложение. И класс сервер. Собственно, в нем мы и будем основную работу с сервером производить. Нам нужно подключить нужные пространства имен. Это NetSocket и System Trading. Собственно, там и хранится много нужного для нас. Здесь у нас наши классы для работы с сетью, а здесь все инструменты для работы с потоками. Мы просто будем еще и с многопоточностью работать. Сразу в сервере мы объявляем перемены для листинера. Это то, что принимает новые подключения новых клиентов. Лист, динамический массив с клиентами и динамический массив с новыми клиентами. То есть сначала мы, как только получаем клиента, мы записываем его вот сюда, вот в New Clients. И когда у нас основной поток как бы все уже решает, он добавляет к себе из этого массива клиентов. Чтобы они где-то там не висели, он начинает их обрабатывать. Иначе, если прям сразу засовывать его в клиент с новых клиентов, то там цикл 4H может прерваться с ошибкой, так как коллекция будет изменена. Это мы рассматриваем чуть попозже. Как раз вот будет видно, мы тут часто циклы используем такие. Также у нас есть публичная статическая переменная сервер нашего класса. Известно, она сервера. Она вроде сейчас нам... А, нет, она нам будет нужна, потому что у нас как раз таки в новом потоке будет запускаться метод, который слушает и получает новых клиентов. И для того, чтобы засунуть ему в массив New Clients клиентов, нужно как-то его найти. И для этого у нас существует статическая ссылка на наш класс сервер, в котором хранится наш массив с новыми клиентами. Также у нас есть статическая ссылка на поток вывода. Это нужно для того, чтобы мы опять-таки создаем новый класс и ему передаем ссылку на поток, чтобы выводить что-то в консольку с этого объекта. В конструкторе сервер получает порт, на который будет становиться, и, собственно, ссылку на поток вывода. Тут мы сразу же присваиваем все. Сюда поток вывода, сюда ссылку на себя. Создаем новый TCP-листер, наверное, на IP-адрес вроде, да, это наш собственный IP-адрес и порт, который мы передали в конструкторе. И запускаем его, слушатели. Все. То есть он у нас будет работать. Создаем, запускаем. А потом нам нужно вызывать метод work, чтобы он как бы работал. Это наш метод работы. Сразу же мы создаем новый поток. Сюда передаем ссылку на функцию, которая будет в новом потоке. Вот она. Здесь она в бесконечном цикле с помощью нашего листинера, который мы запустили, принимает новых клиентов. Как только мы приняли нового клиента, мы создаем новый экземпляр класса ClientInfo, то есть новый объект. И помещаем его в массив NewClients, который находится в классе Server, на который указывается статистическая ссылка. Точнее, в объекте Server. Собственно, вот так вот у нас выглядит класс ClientInfo. Здесь хранится вся информация о клиенте, ссылка на TCP-клиент, буфер. То есть все, что мы получаем от клиента, мы сначала храним здесь, а потом, когда наступает время, мы это передаем другим клиентам. Также флаг подключен лично на данный момент клиент. И конструктор класса ClientInfo. То есть сюда он принимает только TCP-клиент. Мы засовываем его в ссылку к себе и говорим то, что он подключен. Вот так вот у нас работает подключение клиентов. То есть здесь мы создаем новый поток, запускаем в этом потоке вот эту вот функцию. И все. Дальше у нас начинается опять-таки бесконечный цикл приема, передачи сообщений. Сначала мы перебираем всех наших клиентов, которые у нас доступны. Если клиент подключен, мы получаем поток, просто поток, который он и ввода, и вывода с помощью GetStream. Проверяем, считываем все с потока, пока в нем что-то есть. То есть если есть там какие-то данные, мы это читаем по одному байту. То есть эта функция, она, да, она считывает один байт, убирает его оттуда, помещает в перемену. То есть в следующий раз ее вызвать еще один байт считается. То есть мы считываем по одному байту, если байт у нас не минус один, означает. Или, да, он по байту считывает. И, то есть если у нас не минус один, если у нас минус один, то у нас конец потока. Вот тут так и сказано в описании. Если у нас это не минус один, мы добавляем этому клиенту, которого читали в буфер. То есть у нас там все это откладывается. Собственно, всех так клиентов мы пока перебираем. Все их не данные. Если у нас все-таки мы что-то у него нашли у клиента, у которого только что с потока забрали, то есть что-то он нам прислал. Мы выводим в поток вывода сообщение Resend. То есть мы это сообщение сейчас все, что он нам прислал, притранслируем. Это было полезно на начальных этапах, чтобы видеть то, что все-таки работает. Опять-таки перебираем всех клиентов остальных, кроме того, точнее мы всех переберем, но будем отправлять только тем, кто не мы. То есть не тот клиент, у которого мы сейчас получили это сообщение. Собственно, берем буфер нашего клиента. С помощью функции toArray конвертируем лист просто в обычный массив. Вот у нас очищаем буфер клиента. То есть мы уже все скопировали, что нам надо, буфер больше нам клиента не нужен. Перебираем остальных клиентов. Вот остальных клиентов, если это мы, собственно, не мы сами, то мы пишем в... Тут просто мы перебираем клиентов и им в поток опять с помощью функции getStream получаем поток. И пишем в этот поток наше сообщение со смещением 0 и все сообщение. Если у нас что-то не получилось, какая-то ошибка, мы просто в объекте client.info ставим то, что этот клиент у нас все, недоступен, что-то не то. То есть мы как-то не анализируем ошибку. А если какая-то ошибка, то мы считаем по дефолту, то есть это что-то плохое, надо клиента отключать. Собственно, вот вставим флаг, то что он включен и close. Закрываем соединение. Все. Этот флаг нужен в основном для того, чтобы потом убирать этих клиентов. Когда у нас, собственно, цикл работы с клиентами завершится, мы проверяем всех недоступных клиентов и их удаляем. А потом опять этот цикл вот так вот гоняемся. Так, после того, как мы с клиентами разобрались, то есть мы приняли и отправили данные какие-то, мы переходим дальше к удалению клиентов, которые оказались недоступными. У листа есть метод хороший removeL, то есть в него нужно передать какую-то функцию, предикейт, который, если эта функция возвратит try, то мы этот клиент удаляем. Если false, то не удаляем. Собственно, так мы и делаем с помощью делегата. Мы засовываем анонимный метод, закидываем туда. Он принимает у нас клиент-инфо, то есть мы проверяем у этого клиента по очереди, у каждого он просто будет вызываться. Если этот клиент не отключен, то есть disconnect, инвертация, то есть у нас это будет try или false. Ну, короче, если я что-то запутался, но, думаю, понятно, если клиент у нас отключен, мы его пишем в сообщение, то что клиент disconnect, возвращаем try. С этого массива клиент удаляется. И если он включен, все нормально, то мы просто возвращаем false, то есть не трогай, переходим дальше. Все. И получаем новых клиентов, то есть если у нас массив с новыми клиентами больше нуля, то есть там кто-то есть, мы просто присоединяем к массиву с клиентами массив с новыми клиентами. List, массив, то есть я, в принципе, заменяю иногда эти слова, но думаю, суть ясна. Собственно, когда мы всех присоединили, мы просто старый массив с новыми клиентами очищаем, то есть мы его уже перенесли к себе, скопировали. Деструктор класса сервер тоже достаточно простой, то есть если мы запустили слушателя, который получает новых клиентов, то мы его останавливаем и закрываем соединение со всеми клиентами. Не думаю, что это нужно, но на всякий случай я это сделал. В программ мы просто объявляем константу с портом, который нам нужен, тут вы просто можете поменять и оставлю на 90. Выдаем сообщение, типа run server yes, no, то есть запускать ли сервер, это было нужно, когда у меня был и сервер клиент в одной программе, но потом я клиент перенес на юнити, и по сути это уже просто бессмысленная штука, но я ее решил оставить. То есть если мы дальше проверяем, если мы ввели Y, с помощью 3 мы отчищаем строку, убираем все пробелы сначала и с конца, а с помощью функции toUpper мы все буквы переводим в верхний регистр, то есть проверяем, ввел ли пользователь Y. Даже если он ведет с маленькой буквы, мы все равно засчитаем это. Тут мы получаем просто наш hostname, то есть информацию о себе, парсим, получаем тут IP-шник свой и выводим его в консольку, то есть сегодня ничего сложного нет. Запускаем наш новый сервер и вызываем функцию work. Все, тут все просто, то есть мы можем запустить приложение, введем Y, все, подсоединились. В Unity все намного проще, сразу, не запустил заранее Visual Studio с Unity, но сейчас все запустится. Мы просто подсоединяемся, ну, думаю, начнем с класса клиент, то есть здесь мы просто храним ссылку на статическую, на TCP клиента. Кстати, из-за того, что ссылка статическая, нельзя запускать больше двух клиентов в одном приложении, из-за этого может выявиться ошибка, но, то есть в одном приложении должен быть всего один скрипт чата, то есть один пользователь только может. Можно запустить два приложения параллельные, тогда это все будет работать, но в одном приложении нельзя запускать два чата. Сразу в конструкторе класса клиента опять-таки получаем порт и строку, в которой будет наш IP-шник сервера. Мы просто создаем нового TCP клиента и передаем и коннектимся к IP-шнику, который передали с помощью функции parse класса IP address. Не знаю, у меня произношение английского плохое, но думаю, всем понятно. Мы парсим нашу строку и получаем IP-адрес. И порт просто загоняем и коннектимся к этому. Потом опять же у нас есть метод work, который вызывается, он там, тут у нас просто один поток создается, но тоже вещь нужная. То есть мы опять как и там создаем поток, он будет обслуживать функцию reader. С помощью функции reader мы в бесконечном цикле получаем поток, который связан с нашим сервером. Опять-таки создаем буфер, если в этом потоке что-то есть, мы это все читаем, обрабатываем, добавляем все в буфер. Если буфер у нас не пустой, то мы это чат, мы выводим это сообщение. Выводим мы его, у нас он не совсем выводится, у нас есть вот класс чат, у него есть стринг, динамический массив, лист с месседжами, со всеми сообщениями. Мы просто в этот массив добавляем сообщения, они там уже сами по себе выводятся как-то. Так как мы получаем не совсем строку, мы получаем байты. Байты нужно конвертировать в строку. По дефолту мы будем считать то, что мы принимаем и отправляем в строки в ассе формате. Для этого у нас есть класс encoding, поле ассы, у поля ассы есть getString. То есть он конвертирует наш массив с байтами в строку типа ассы. Я не уверен, что я правильно произношу, но буду произносить так. Если что, потом почитаю википедию и узнаю как правильно. Вот мы берем наш буфер, конвертируем его в обычный массив и конвертируем этот массив в строку и добавляем сообщение в наш лист. Инструктор тоже простой, мы просто, если мы что-то сделали, создали нашего клиента, мы просто соединение закроем. Так же у нас есть метод sendMessage, он просто, опять-таки, берет нашу строку, очищает все начальные и конечные пробелы, чтобы пустых мест не было. Конвертирует нашу строку не с байтов в строку, а с строку в байты. Между местом местом getString, getBytes, то есть передаем туда нашу строку. Ее надо, точнее, конвертировать сначала в массив чаров, у этого есть у строки метод toCharArray, то есть просто конвертирует строку в массив чаров. Конвертируем строку, помещаем в буфер и пишем в поток, который налажен сервером, просто нашу строку уже в байтах. И добавляем сообщение, которое нам прислали в чат-мессаж, то есть, чтобы не отправлять серверу, потом получать строку от сервера и потом ее добавлять, мы просто сразу добавляем и отправляем. То есть, без разницы, можно сначала отправить, потом она нам обратно придет и мы ее увидим. А мы ее сразу выводим и отправляем. Так, думаю, разницы особой нет. Ну, может, по ситуации нужно будет сделать по-другому, но меня и так все устраивало. То есть, sendMessage так работает, это такой абстрактный метод. Ну, как, мы абстрагируемся от этих потоков, мы просто можем в любой момент вызвать метод sendMessage с нашей строкой, и он ее сам отправит, сам обработает, нам уже все равно. На сервере мы это получаем, отправляем остальным клиентам и все, получается. Теперь у нас есть чат. Просто класс чат, он уже наследуется от MonoBehavor, и он вешается у нас в Unity на какой-нибудь объект. У нас есть, опять-таки, порт, в котором мы коннектимся, ссылка на клиента. Наши месседжи, это у нас вот эти вот две перемены, нужны для элементов GUI, TextArea и TextField, то есть, сюда наше будет сообщение помещаться, и наше имя. В старте мы запускаем приложение в бэкграунде, то есть, если мы потеряем фокус окна, оно все равно будет работать, а не остановится. Это полезно, иначе, если у нас эта окошка остановится, когда мы фокус потеряем, сервер может что-то у нас спросить, что-то нам отправить. Мы выдадим ошибку, то есть, мы недоступны, и он нас отключит. Это не надо допускать. Мы создаем новый клиент с нашим портом IP, то есть, это у нас пока локальный IP, будет 127.001. Это наш IP, то есть, мы сейчас, наш локал-хост. То есть, это можно заменить на свой IPшник какого-нибудь сервера, который будет там находиться. Также можно сделать динамическое подключение, то есть, пользователь вводит IP, к которому подключается. Но это, опять-таки, можно по ситуации сделать, это нетрудно. Запускаем наш клиент. Клиент создает новый поток, в основном для того, чтобы основной работал без него, то есть, он там все обрабатывает, что-то делает, принимает, отправляет сообщения. И при этом, основному приложению глубоко пофиг, что он там делает, пусть оно хоть зависит, мы все равно будем работать. Вон гуи мы начинаем скролл, вайв это просто квадрат, который будет скроллиться, если информации в нем слишком много, у него будут полоски скроллинга проявляться. Он будет у нас в позиции 0.0 и с помощью GUI Layout Option мы будем задавать ему ширину в 500 и высоту в 300. Перебираем просто все сообщения и выводим с помощью layout.label наше сообщение. Все, то есть, это просто мы выводим, они будут выводиться один за одним, без задания позиций, этим удобством GUI Layout. Если их будет слишком много, просто появятся полоски скроллинга, их может проскроллить, все просто. И скролл вайв мы закрываем, то есть, все, дальше уже не надо ничего скроллить. Мы создаем, также мы получаем, делаем текстфилд, то есть, наше имя полоска, в котором мы можем ввести наш name, логин в чате. И просто текстаре, это уже большой такой текстфилд, в котором несколько столбиков, в него будет писаться наше сообщение. Сюда мы передаем OutMessage, потому что он там будет видно, и то, что мы напишем, будет возвращаться на OutMessage. Тут такая же тема, только тут мы еще задаем ширину и высоту нашу, это 500 на 100. Также у нас будет кнопка Send, которая просто у клиента вызывает метод SendMessage, берет наше имя, приплюсовывает к нему вот такую строку, то есть, пустота, двоеточая пустота, и наше сообщение выходное. Думаю, с этим понятно, скомпилируем наше приложение, чтобы запустить сразу два экземпляра. Сразу скажу, эта вся тема не будет работать, скорее всего, в веб-плеере, потому что там нужен полис сервер какой-то, защищенная зона. Это лишний геморрой, то есть, в принципе, в Standalone приложении это будет работать нормально, в веб-плеере это нужно немножко подкрутить наш сервер, чтобы там все тоже работало хорошо. Возможно, как-нибудь позже я и об этом расскажу. Так как приложение у нас не зависло, значит, мы все прекрасно подключились. Мы можем, например, написать наш логин. Вот даже в сервере видно то, что два клиента подключились. Мы при коннекте пишем New Client. Вот здесь вот даже это видно где-то. Нет, это мы открыли с чата с клиентом. Да, вот, мы просто пишем New Client. То есть, у нас двое подключилось уже. Значит, тоже хорошо. Допустим, сначала напишем наш name будет. И пишем Hello. Нажимаем кнопку Send. И вот тут в этом приложении это появилось. Тут, например, нас будет звать Bob. И мы включаем Hello. И тут, собственно, появилось. Вот, как видно, чат работает прекрасно. То есть, мы можем сразу же подключить третьего собеседника. Но, так как сообщения нигде не хранятся, они просто ретранслируются уже рандайм. То, если подключится третий собеседник, он то, что было до него, не увидит. Чат не совсем завершенный. Возможно, тут есть какие-то ошибки. Я не уверен. Потому что я сам на этом только начал изучать сетевое программирование. И решил поделиться. Может, кому будет полезно. Так что советую перед использованием этого кода в своем приложении детально изучить MCDN, справку Майкрософта по всем этим по CCP-листинерам, по CCP-клиенту. Также я выложу, в принципе, в комментариях под видео, не в комментариях, а в описаниях, ссылку на проект Unity 3D UZO Studio. Собственно, на этом мы закончим. Продолжение следует...